О затяжном капремонте детской музыкальной школы имени Балакирева мы уже рассказывали в сентябре этого года. Напомним, осенью при демонтаже кровли затопило третий этаж здания, поскольку ремонтные работы совпали с осенними дождями. Сейчас все недочёты устранены и подрядчик готовит объект к сдаче. Это новые дорожки асфальтобетонные, новая разворотная площадка для пожарной техники, соответственно. Отливы, соответственно, сделаны. Вне проекта ещё подрядчик поднял люки. Это почему-то в проекте не оказалось, просто не было. Они подняли люки, опять же, по объекту. Ну, естественно, бордюр на камне у нас их не было вообще нигде. На выездном комитете Леонид Бородуллин рассказал о том, какие работы по проекту должны были быть сделаны, и представил народным избранникам подрядчика. По словам представителя строительной фирмы, 99% от общего объёма работ выполнено. Капремонт завершат 8 декабря. В этот же день специальная комиссия проверит готовность здания. А 9 декабря воспитанники музыкальной школы смогут вернуться к занятиям. Благоустройство сделали, мусор практически весь влизи, вот остались от временной кровли. Их сегодня-завтра выведем. Основной вход заделывается, сегодня ограждение будет установлено. Шапки пропетные осталось вот на этой части здания установить. Сегодня тоже начнут фонтируют, завтра закончим. Теперь народным избранникам на заседании Думы 9 декабря предстоит принять решение, оценивают ли они реализацию нацпроекта «Культура» как удовлетворительную. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24.